Дальше, толкование о седьминах. То есть то, о чем будет говориться в этом диспуте дальше. И это тоже часто сложный вопрос, потому что трудно считать, мы точно не знаем периоды, когда начинается каждый из этих вот подсчетов седьмин. Поэтому давайте попробуем сосредоточиться и изложить это четко и понять. Итак, он, то есть Павла, стал говорить. Святой святых – это Иешуа. Я сказал ему, но ведь Иешу раньше был этого времени более чем на тридцать седьмин, согласно нашей хронике, которая истинна, потому что засвидетельствована современниками, знавшими его. Но даже согласно вашим расчетам, Иешуа был раньше более чем на десять седьмин. Он сказал так, но вот есть стих, где сказано «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до помазанника князя, семь седьмин и шестьдесят две седьмин». Помазанник что означает? Машех, да? Князь означает правитель. До правителя – мессии. Это есть Иешуа. Я сказал, это тоже общеизвестная нелепость, ведь Писание разделяет вышеуповянутые семьдесят седьмин и отсчитывает семь седьмин до помазанника князя, затем шестьдесят две седьмины до отстройки улицы стен, а потом еще одну седьмину, когда он твердит завет для многих. В общей сложности получается семьдесят седьмин. Иешу, который ты называешь помазанником князем, явился не к семи седьминам, а после шестидесяти с лишним седьмин, согласно твоему счету. Попробуй объяснить мне всю главу согласно твоему толкованию, и я тебе отвечу. Ведь ты не можешь объяснить ее никаким образом. Но ты не с лишняешься говорить о вещах, которых не знаешь. Я же повезу тебе, что помазанник князь – это зарубавель. И он пришел к времени с семи седьмин, как написано в Писаниях. Он сказал, как же он именуется мессией, то есть помазанником. Я сказал, и Кир назван помазанником, то есть помазанник царь. Николай II был помазанником? Был помазанником, безусловно. А Бобра, Мисак и Яков сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим. Поэтому и сказан о нем князь, что царство его не возвысится, но его будут славить и превозносить народ его. Князья народов собрались, народ бога Авраам. Я с готовностью растолкую тебя, главу эту, если только ты и товарищи твои захотите слушать, и твой ум настроен понимать. Я говорю перед лицом короля, государя нашего, и перед лицом всего народа, что нет в данной главе, да и вообще в главах Даниила, за исключением конца книги, указания на конечный срок прихода Мессии. Как это ясно из Писаний. И все сказано в откровении Даниилу в этой главе и в других главах. Ведь он же постоянно молится о том, чтобы узнать конечный срок. И впоследствии ему был открыт конечный срок, упомянутого в стихе, со временем прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Теперь же я растолкую перед всеми этот стих, хотя он и покажется неприемлемым для иудеев, которые здесь. Даниил говорит, что со временем прекращения ежедневной жертвы, до того, как будет отдано в запустение мерзость, которая привела прекращение ежедневной жертвы, то есть народ Рима, который разрушил храм, произойдет 1290 лет. Ибо дни здесь – это годы, так же, как во фразах. В течение года выкупить его можно. Исполняй себе устав, назначенное время, из года в год. Пусть прибудет к нам и девица год или 10 месяцев. Затем Даниил говорит, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Это значит еще 45 лет. Сколько? 1335 дней. И суть дела в том, что к первому времени придет Мессия и отдаст мерзость поклоняющихся коже Богу на запустение. Затем он соберет изнанников Израиля в пустыню народов. Как написано, я увлеку ее, приведу в пустыню и буду говорить в сердце ее. И он приведет Израиль к земле ее, как сделал наш учитель Моисей, наш первый освободитель. И пройдет 45 лет, после чего Израиль почиет на земле своей и возрадуется в Боге всесильном. И вот со временем разрушения храма прошло 1195 лет. Это имеется в виду тот год, о котором идет диспут. И до времени, о котором говорил Даниил, 95 лет. И мы надеемся, что избавитель придет до этого времени, ибо толковое истолкование верно и приемливо, и хочется верить в него. То есть, считал, считал Нахманида, и он посчитал в 1263 году, что через 95 лет придет Мошеих. Но мы видим, что подсчет Нахманида тоже оказался неверен. Во-первых, я вам что скажу. Вообще трудно, трудно точно подсчитывать периоды, которые связаны с Библией. Потому что есть большая трудность в библейской хронологии. Видите, до 6000 лет не хватает 233 года. Но вы знаете, что интересно? То, что, например, хронология связана с археологическими событиями, она не совпадает с библейской хронологией. Причем это не совпадение, где-то именно составляет во время выхода евреев из Египта около 200 лет. Примерно к времени Маковейского восстания, это где-то составляло примерно лет 150. И ко времени прихода Иешуа, вот это несовпадение составляло где-то около 70 лет. Почему? Потому что считалось по временам царей. Царствование одного царя, да, заканчивалось и начиналось царствование другого царя. Один царь там правил 3 года, другой царь правил 2 года и так далее. Но вы помните, что года царей считают с Рож-Ашана, да? С Рож-Ашана. Рож-Ашана, если взять год, это седьмой седьмой месяц года, да? Седьмой месяц года еврейского, у нас это получается примерно подходит на сентябрь-октябрь. Но дело в том, что если царь, даже царствовал несколько месяцев, а потом его убили, если от этого момента произошел какой-то период, уже считается один год. Итак, царь А царствовал 5 лет плюс еще такой период времени. Итого получается, что царь царствовал 6 лет. Этот царь царствовал 2 месяца. Но так как он умер до Рож-Ашана, считается, что он процарствовал 1 год. А этот царь царствовал после Рож-Ашана и плюс еще 5 лет. Итого получается, что получается? Еще получается 6 лет. Итого, если мы получаем период равный 11 годам, да? 11 лет. 5 лет до того, 5 лет после того, и этот 1 год. А здесь мы уже сколько получаем? 13 лет. И еще если учесть некоторые промежутки и не точно выраженные даты, то мы можем еще, еще, еще больше нарастить этот период. И получается так, что приблизительно около 1500 года до нашей эры евреи вышли из Египта. С чем это связано? Связано, если привязывать к определенным историческим событиям. То, что произошло, произошла катастрофа в Египте, отмечено не только евреями в Библии, но и отмечено хрониками самых египтян. Причем даже нечто сходное похоже описание в папирусах. И был такой взрыв вулкана Санторин. Кто-нибудь слышал? Это вулкан, который взорвался, и вот этот пепел, лава и огромнейшая волна цунами ринулась по Средиземному морю, уничтожая цивилизации. Была так называемая Критомикенская цивилизация. В результате остров Крит, который рядом находился с Санторином, полностью был покрыт слоем лавы, слоем пепла, и на нем вообще ничего живого не осталось. Микена это город на полуострове греческом, вот тут Крит примерно находится, вот здесь где-то взорвался вулкан. И пошел, пошла взрывная волна. Пошла взрывная волна. Вот здесь находится Египет, да? И помните, когда евреи шли из Египта, начали как всякие животные лезут из земли. Жабы полезли, всякие, саранча и так далее. Потом произошел взрыв. Потом произошел взрыв, и этот вулканический пепел ветром, как радиоактивный пепел, приносило, и вулканический пепел обладает тем, что там содержится серо. Серо прикосновение с водой образует серную кислоту, серный гидрид, вернее. То есть язвы, это шел сильный кислотный дождь. И потом посыпались камни. Ну, естественно, камни дольше летят, чем пепел, да? А потом пошла волна, и вы помните, когда переходили евреи, что с волной происходит? Сначала отходит. Вот мне рассказывали, когда я жил на Сахалине от цунами, что если начинает уходить с берега вода, надо срочно бежать на высокие горы. И потом хлынула вода, и затопило египтян. Ну, это очень похоже на описание того, что мы видим в Библии. Но это событие произошло примерно в 1500 году, или некоторые говорят в 1470 году. Ну, я не знаю, опять-таки 30-30 лет. евреи говорят по их классификации, что получается, что они вышли в 1280 году. Сколько мы получаем ошибку? Правильно? 220 лет. А мы говорили, сколько не хватает до 6000 года? 233. 220 значит, через 13 лет будет конец света. Я еще говорю, вы не должны считать, да? Вот это тоже считал, что через 95 лет после этого диспута придет Мессия. К счастью, никто из Сатурников этого диспута не смог проверить. Чтобы вы поняли, вот эти 200 лет, и эти 200 лет постепенно, постепенно, до 150 годов, а потом до 70 годов сходят. Но все равно, какое-то определенное время ошибки продолжает сохраняться. теперь если говорить о годах, какие же годы брать? Помните, год еврейский и год, которым пользуется весь мир, на сколько дней отличаются? На 11, да? На 11 дней. Возьмем 70 раз по 7 и умножим на 11. Посчитаем. 70 седьмин, да? И ошибка составляет в 11 дней. Да. Значит, да, 70 умножаем на 7. Да. 70 умножаем на 7 и умножаем на 11. На 11. Так. И делим на 365. 14 7 14 тысяч 67 у 14 и 7 лет. Нет, делим не умножаем. 14 целых и 7 десятых лет. Да? Да. То есть, видите, в 77 мы уже имеем ошибку 14 лет. Поэтому мы не будем говорить о точном. О точном абсолютном совпадении числа годов. Но есть лестница, допустим, пришел Мессия в 30 году нашей эры, допустим, или там на 5, или на 10, или на 14 лет раньше, позже, или Мессия придет, как говорил Нахванит, в 1300 примерно году, да, нашей эры. Либо он пришел в 1000 году до нашей эры, да. Значит, возьмем приблизительные факты. Давайте будем считать. Хорошо. Значит, есть 62 седьмины, да, и есть еще 7 седьмин, чем-то отличающийся. 7 седьмин, которые отличаются, правда? Итак, значит, записываем, давайте, 62 седьмины, сколько лет? 62 седьмины, 62 умножаем на 7. Да. 434 значит, записывайте. 434 года. Так, 7 седьмин, это сколько? 49 лет. 49 лет. И всего получается 49 плюс 62 это сколько будет? У меня 483. Правильно? Нет, здесь у вас сколько? Да, Кто один? 434 плюс 49. 483 года. Значит, существует очень много разных систем подсчетов, понимаете? Я вам дам только два, только две дам. Первое, это дается в книге Иохим Лангхаммер «Что будет с этим миром». Очень интересная книга, я вам ее советую прочесть, но тоже относитесь критически. Не абсолютно все выводы этой книги правильные. Итак, в этой книге сказано, что восстановление Иерусалима началось в 20-м году царствования персидского царя Артаксеркса, что соответствует 451 году до Рождества Христова. 451 год. 451 год и добавляем 483 года. То есть минус берите, минус 451, потому что это до нашей эры, да? Минус 451 берите на калькуляторе, плюс 483. Что мы получаем? так, что не могли посчитать? А? минус 451 плюс 400, сколько мы говорили, да? Значит, плюс 483. Сколько получили? А? 68. Плюс 68? Да. Еще разочек, минуточку. 32. 2. Почему у тебя минус туда, да? Минус. Минус. Значит, сколько у нас было? Год 451 год, да? Давайте, чтобы лишнее не писать, выключить пока. Итак, мы получаем 32-й год. 32-й год. После Рождества Христова. Но вы знаете, что есть, когда мы на калькуляторе, там есть у нас нулевой год. Если нулевого года мы отнимем, 32 года после Рождества Христова, отнимаем нулевой год, которого не существует, получаем сколько? 31-й год. Соответствует это нашей татировке, что Ишуа был казнен и воскрес примерно около 30-го года. Около 30-го года. Хорошо. Вот. Есть также такой подсчет, есть также такой подсчет, который учитывает календарь еврейский и не еврейский календарь. То же самое. 69 плюс 7 это 483 года, да, вот, 7 седьмин, значит, и 1 особый год. Считаешь, это 1 седьмина, это 7 лет, да, 69 седьмин. Получается, по истечении 62 седьмин предан будет смерти, убит помазанник. 483 года, это будет тогда давать 38 год нашей эры. И дальше минус 6,6 лет, потому что во времена Даниила календарь был меньше. Вы помните, еврейский календарь, с учетом еврейского календаря, тоже получаем примерно 32 год до нашей эры. Еще раз говорю, мы не знаем точно, был ли это 30-й год, но все равно так или иначе этот период попадает до разрушения храма. Согласны? То есть еще при таких подсчетах должен был прийти до разрушения храма. Есть еще и другие системы отсчета, но мы сейчас просто углубляться не будем. Я вам честно скажу, что в этом легко запутаться. Ну, если вас будут спрашивать, можете об этом сказать, что есть такие системы отсчета. Я, честно говоря, сам путаюсь в этом, правда? Но, по крайней мере, сколько бы этих систем отсчета не было, все равно получается вот эти 62,7 и 7,7 получается до того, как был разрушен храм. И ответил брат Пабло, что говорят иудейские законоучители в Агаде? Что это за остальные дни? Это 45 дней, в течение которых избавитель будет скрыт. Как и Моисей, первый избавитель открылся и был скрыт от них до этого, так и последний избавитель откроется и будет скрыт от них. Раз законоучители упомянули день, следят на этот дни буквально а не годы. Я сказал, Медраж воспользовался языком стиха. Он упоминает 45 дней, которые являются годами. Как мудрецы говорят, он воспользовался языком писания. Сказал брат Пабло, не существует на свете еврея, который не согласился быть, что йом это буквально день, а это он меняет как ему хочется. Я возобил королю и привели первого попавшегося еврея и спросили его, что означает йом на вашем языке? Он ответил дье, то есть день. Я сказал, государь мой король, этот еврей может быть судьей для брата Пабло, но не для меня. В языке писания слово йом употребляется от времени вообще. Например, в тот день я поразил всех первенцев, а в множественном числе йомим говорят о годах. И здесь в писании речь идет о годах. Однако есть потребность скрыть суть дела, ибо ангел говорил пророку, скрой слова эти и запечатай книгу до последнего времени, когда многие будут бродить и умножиться в ведение. Поэтому употреблено слово дни. Мне же приходится говорить о мудрости с теми, кто не знает и не понимает. Вот и подобает, чтобы суд ему вершили неразумные. То есть что это означает? Что слово день может употребляться по-разному в Торе. Может означать конкретный промежуток вред неравный суткам, может означать сто лет, может означать год и может означать тысячу лет. Потому что если мы возьмем например закон о юбилейном годе, то семь седьмин это чего будет равняться? 49 плюс один год 50 лет. То есть опять-таки мы должны размышлять. Хорошо. В общем дальше они опять продолжают спорить и наступает наконец-то третий день. Третий день король перевел диспутс в свой дворец и сказал, что он будет проводиться в тайне. В конце концов настолько уже оскандалились, что решили журналистов не допускать средства массовой информации. Мы уселись ухода во дворец, брат Пабло начал говорить нелепости, не имеющие отношения к делу, а затем сказал, я приведу доказательство слова одного великого мудреца, равно которого у них не было уже четыре столетия, его маэстро Моисей Дегипти, он говорит, что Мессия умрет и его сын будет царствовать после него. И совсем не так, как ты говоришь, что он не умрет, как другие люди. И он попросил, чтобы принесли ему книгу судей. А я сказал, нет в этой книге такого. Где-нибудь есть в книге судей, что Мессия умрет и сын будет царствовать после него. Нет. Нет в ней такого. Какой-то Моисей из Египта, Моисей Дегипти, он такое сказал. Нет в этой книге такого. Но я согласен, что есть у нас ученые, которые говорят, как я раньше упомянул, что согласно мнению авторова Годы, Мессия родился в день разрушения храма и будет жить вечно. Но по мнению экзегетов, он родится незадолго до окончательного избавления. Будет жить долго и умрет в почете и передаст венец своему сыну. Я уже говорил, что я в это верю, и с обежливым временем до Мессии и эпохой Мессии вся разница лишь в свободе от порабощения другими государствами. И начали они спорить. Принесли книгу, которую он просил, он искал, но не нашел. В судьях этого нет, естественно. И взял я из рук книгу и сказал, слушайте, что говорит книга, на которую он ссылается. И стал читать от начала главы. Властитель помазанник встанет в будущее в Израиле и восстановит храм и соберет из знанников Израиля. Сказал брат Арнольд и Сегора лжет. Я сказал, только что он был мудрецом, равного которого нет, а теперь он лжет. Католическая церковь крайне была против восстановления Израиля. Израиль никогда не будет восстановлен. Так считала католическая церковь. Поэтому когда нашел пророчество о восстановлении Израиля нахманит, ему старши до него начали сразу наезжать. Король упрекнул и сказал, не следует поносить ученых. Я сказал королю, он на его желт. Я покажу историю из пророков, что все, что он говорит, истина, что Мессия должен собрать из знанников Израиля рассеянных иудеев двенадцать колен. Ваш Мессия не собрал ни одного. Ну, мы говорили, по какой причине. Он даже не был во время пленения, чтобы избавить кого-то. Мессия должен возвиднуть храм в Иерусалиме, Ишу же ничего не сделал, ни строительства, ни разрушения. Мессия будет властвовать над всеми народами, он же не был властен даже над самим собой. Затем стал король и все разошлись. Итак, о чем это говорит? О том, что католическая церковь не верила в восстановление Израиля. Ну, сейчас, конечно, она переменила свое мнение постфактум. И вы знаете, что первым христианином, это вы можете записать, который сказал о восстановлении Израиля, был кембриджский ученый из Англии, член ученого совета колледжа Корпус Христи, тело Христового Кембриджа, в 1589 году. Фрэнсис Кетт, он был сожжен как еретик. Первого человека, который сказал, что будет царство Израиля восстановлено, не когда-то там тысячелетнее царство, а здесь на земле конкретно. И этого человека сожгли. И мы видим сейчас конкретное опровержение этой теории. Осудовство существует Израиль, что бы на это не говорили. На следующий день в пятницу дворцы расставили скамьи. Король сидел на своем месте, как обычно у стены на троне своем. Там были губернатор и знатные вельможи, Джилис Сарагонский, Пьер Генуэзский, Пьер Берега и многих изратников. И пришли также многие из окраин города и множество простого людя. Я сказал королю, нет у меня желания больше диспутировать. Сказал королю, довери. Сказал король, почему? Я говорю, вот здесь много народа, все меня убеждают больше не диспутировать. Они меня уговаривают, потому что боятся этих людей, проповедников, которые держат народ в страхе. И священники знатные, и наиболее почтенные пославники мне сказали, что больше так не делал. А многие изратников твоей свиты, государь мой, тоже говорили мне, что я делаю, это говоря, против их веры в их присутствии. А брат Пьер Генуэзский теолог из Минолитов говорил мне, что это нехорошо. Из окраин города говорили некоторым иудеям, чтобы я так больше не делал. Короче говоря, на него нажим был и доест сильнейший. Все говорили, что диспут пора уже прекращать. И стражники, и инквизиция, и присутствующие тут знатые христиане, и даже сами евреи. В действительности так это и было. Однако, видя, что король желает продолжить диспут, они все согласились и сказал, чтобы я продолжал. Между нами было еще немало пререканий по этому поводу, под конец я сказал, что буду продолжать диспут. Вы говорили, мальчиком. Однако справедливость требует, чтобы мне дали возможность задавать вопрос один день. А брат Павлу будет отвечать, потому что три дня он спрашивает, а я отвечаю. Теперь я буду спрашивать, а он пусть отвечает. Нет, говорит, тем не менее, ты отвечай ему. И они приступили к очень важному для нас вопросу о божественности Ешуа. И Павла спросил, веришь ли ты, что Мессия, о котором говорили пророки, будет настоящим человеком и Богом в сущности? Я сказал, ну вы же сначала говорили, что будем сперва говорить о Мессии, пришел ли он, а затем поговорим о том, сам ли он Бог. Но ты не доказал, что он пришел, а я выиграл суд. Если ты не признаешь моей победы, я готов привести абсолютные доказательства по этому поводу. В общем, начали не припираться, сказал, короче, все равно ответь. Я ответил, что Мессия придет и будет обыкновенным человеком, рожденным отцом и матерью, как и мы. Он будет вести свою родословную от Давида и его потомков. Как написано, и произойдет отрасль от корня Иесеева. А если бы он был рожден Духом Божиим, как вы говорите, он не был бы от корня Иесеева. Кто такой Иесе? Иешай, да? Иешай, отец Давида. Шая. Шая. Есть такое еврейское имя, он так и Шая был. Давид Шаевич. Хорошо. Если он рожден от Духа, а не потомок Давида, значит, не от корня Давида. Что вы можете это опровергнуть? помните, помните, есть родословное через отца и есть родословное через мать. Он, как и через Иосифа, хотя Иосиф был приемный его отец, так и через мать, это уже точно по крови, был из семени, из потомков Давида. Хорошо. Еще очень интересное место приводится. Он сказал, вот Псалом говорит, сказал Господь Господину моему, сядь, одеснуй меня. Кому, кроме самого Бога, мог Давид говорить, господин мой? И как может сидеть человек, одесную Бога? Отметьте, этот Псалом, одеснуя, да, по правую руку. Сказал Господь Господину моему, сядь, одеснуй меня. Как вы думаете, что ответил по этому поводу? Да. Он сказал, теперь выслушайте меня, Давид был псалматез, который сочинял Псалмы под святым вдохновением. Он сочинял их для того, чтобы их пели перед Божьим алтарем. Он сам их не пел, и ему это не было дозвольно по закону Торы. Он передавал Псалмы левитам, чтобы они пели. Так об этом и прямо говорится в летописи. Поэтому он должен был сочинить Псалмом, в таком стиле, чтобы левиты могли его читать. И если бы он выразился, сказал Господь мне, сядь, одесную, то левит не мог бы это прочитать, так как это не о нем. А левиту следует говорить, сказал Господь Господину моему, Давиду, сядь, одесную. Ваше мнение. Ваше мнение. Ваше мнение. Некоторые говорят, что Давид сам не писал эти стихи, а собирал какого-то негра. Литературного я имею в виду негра, а не физического негра. Есть такое выражение, знаете? И он писал Давиду стихи. Но здесь совершенно не так. Ведь есть еще другие места, где говорится о ком-то, о какой-то личности, равной Богу. Мы сейчас это скажем немножко позже. Потому что тут еще много говорится о разных толкованиях. Идет ли речь о Давиде? Или речет ли речь о том, кто сядет одесную Бога? Но Давид не сидел одесную Богу. Правда? И Давид, как мы знаем, он претерпел тление. Поэтому те слова, что ты не будешь подвергнут тлению, тоже к Давиду не относились. И вы знаете, есть еще очень интересный такой случай. Раби Акива и его учитель Раби Элизер. Помните, Раби Элизера объедили однажды в том, что у него было ошибки. И он утверждал, что даже смоковница должна пересадиться на другое место. И даже ручей потечет в другую сторону. И даже голос сказал, что Тора всегда с Раби Элизером. Однако все выгнали его и сказали, что Тора с нами на небе, а на земле, а не с Раби Элизером. А знаете, какая потоплека этого конфликта? Потому, что незадолго до этого Раби Элизера вызвали на Римский суд по обвинению в христианстве, что Раби Элизер тайный христианин. Римский суд не доказал это, его отпустили. Но и евреи, подумав, что раз он такой товарищ, ненадежный, неблагонадежный, его тоже нужно исключить из числа своего синедриона, из профессуры своей. Ну, а все остальное это поэтическое, так сказать, однапражение этого судилища. И у Раби Элизера было много друзей христиан. И однажды с Раби Элизером случился такой случай. Сын его заболел, его укусила змея. И Раби Элизер видел послать за христианином, чтобы тот помолился и сын его исцелился. Потому что в то время христианство было живое и исцеление это было реальность. Не то, что в средние века. И Раби Элизер знал, что если этот человек помолится за него, то он исцелится. Вы знаете, что ему сказал Раби Акива. Если ты это сделаешь, то все подумают, что ты христианин. И Раби Акива этот Элизер не принял этого человека и сын его умер. Дальше, там через сколько-то лет или может быть сразу вызвали Раби Акива, ученика Раби Элизера. И ему нужно было прокомментировать слова Даниила. А у Даниила есть так, что когда придет Господь, будут поставлены троны. В русской Библии там троны множественные. В действительности двойственное число, двойственное число есть евреев, вы знаете, единственное, двойственное и множественное. И там сказано два трона. Ну, что ты скажешь по этому поводу, Акива? Раби Акива говорит, ну, на одном троне, естественно, будет Господь, а на втором троне будет сидеть Мессия. Они как говорили, ты, бруд, тоже продался большевикам, и ты, Акива, тоже продался христианам. Он сказал, ребята, я этого не хочу. Все, и этот отрывок он как-то, в общем, конечно, тоже прокомментировал, но уже прокомментировал другим способом. Я думаю, что даже если Давид господин, то даже в таком случае, если Левит пел господину Давиду, сядь, одесну и меня, не может Давид находиться на троне рядом с Богом. Согласны? Поэтому здесь говорится о какой-то личности, который будет иметь настолько божественную сущность, потому что даже ангелы, которые находятся Богом, они не приближаются к нему. Они закрывают лица, они закрывают там ноги, все закрывают, да? И летают вот так вот. А тем более приходит Давид, а ну Бог, подвинься, я рядом с тобой сяду. Можете себе представить такую картину? Хорошо. Дальше. Все будем говорить сейчас о троичности, о троичности Бога. И вот тут мы уже будем обращаться к книге, которую написал Раби Шимон Бар-Яхай. Раби Шимон Бар-Яхай по преданию по преданию где-то около 200-го года нашей эры скрывался в пещерах. Он там жил несколько лет со своими учениками и написал книгу, которую назвал Загар. Зо-гар. Гэ такое мягкое. Загар, что означает не загар, что он загорал в пещере, а означает сияние. То есть своего рода иудейское откровение. И эта книга является основной книгой Кабалы. Раби Шах Лурье некоторые говорят, что написал эту книгу, может быть, он нашел эту книгу, отредактировал. Трудно об этом сказать. Я еще раз говорю, что Кабала Кабала это не божественное учение. Это спор мистики со всего Востока. Но там есть интересные вещи, которые отражают мнение тех равенов, которые были в то время. Помните, мы говорили, что ряд книг подвергся редакции? Но вот книга Загар как раз не подвергалась редакции в этом направлении, потому что эта книга была тайного знания. Ею занимались равены, возрастом не раньше, мне моложе сорока лет, и только под руководством другого равена, после того, как один равен кабылист сошел с ума. Ее звали Шабатай Цви. Вы помните, он был молодой мальчик примерно вашего возраста, почитал книгу и заявил после этого, что я и есть месье. Где-то лет около тридцати его было. После этого запретили эту книгу. Сейчас, к сожалению, эта книга, где хочешь, можно ее купить, и изучают ее, кто хочешь, подряд. Но это совершенно неправильно. Так вот, слушайте цитату из книги Загар. Из книги Загар. Тайну слова Га-Шем Ют-Гей-Вау-Гей, да, Ягава, составляет три части, существующие самостоятельно. Однако они одно и так соединены, что ни одна не может быть отделена от других. Круто. Это круто. Я еще раз говорю, книга Загар это не абсолютно для нас так сказать руководство действия, но эта книга отражающая мнение равенов. То есть во время Шимона Бар-Яха где-то до 200 года были равены, которые так считали. Правильно? Итак, в книге Загар написано, что имя Бога Ягвы составляет три части, существующих самостоятельно, однако они одно и так соединены что ни одна не может быть отделена от других. Раби Шимон Бар-Яхай утверждал также Бог есть свет в его троичности и единстве. Бог есть свет в его троичности и единстве. Древний, святой и явленный с тремя началами главами. Это не надо записывать. Просто послушайте. соединенными в одно и это начало произнесено трижды. Святой описан как три, потому что другие светы произошли от него и заключены в трех. Раби Шимон Яхай дает свою интерпретацию молитвы Шма Израэль. Помните? Шма Израэль Адонай Элогейну Адонай Эхад. Причем вот эти слова Адонай Элогейну Адонай Эхад надо произносить традиционно на одном дыхании. Почему? Первое имя Адонай в действительности это Гашем непроизносимое имя Божье. Элогейну это что значит? Бог наш. Еще раз Гашем или Адонай и что? Эхад. То есть один плюс один плюс один да? Что получается? Один. Адонай Элогейну Адонай Эхад И все это надо произносить на одном дыхании. Здесь мы можем видеть три сущности Господь Бог наш Господь который является одним. Это было указано голосом в ознаменовании понимания самого совершенства единства того который бесконечен ибо все три Адонай Элогейну Адонай читались одним голосом это и есть три первоначальные ветви Дальше Раби Шимон Бар Яхай который был совершенно не христианином но он сидел в пещере и размышлял о сущности Бога пишет И сказал название Амэн Амэн Истина который который Гаш Гаш описывал Правда? Хорошо Еще интересная личность Метатрон Мета это как бы рядом Трон это тот кто находится возле трона Метатрон и Шимон Бар Иахай говорит об этой личности кто есть путь к дереву жизни это Метатрон он есть путь к великому дереву жизни всякое прошение к царю отцу должно совершаться через Метатрона потому что он посредник всех тех кто снисходит в небес на землю и восходит из земли на небеса прямо таки парень цитирует новый завет да? молитвы наши идут во имя кого? Ешуа Мессии в данном случае во имя Метатрона все молитвы к отцу идут только через него потому что он есть единственный путь на небеса да? и Амэн я еще раз не говорю что Загар это замечательная книга но есть в ней некоторые вещи и я вижу что вот эти равены которые жили в 200 году нашей эры так и так и мыслили за тем что все это было отредактировано и все это было выброшено и так Метатрон Рабе Менахен Реканти в книге Сефер Ецера вот говорит великий и превознесенный Бог говорит ему то есть Метатрону что тот зашел к Ягве даже есть Метатрон тот кого называют именем Бога Ягвы и так Метатрон это тот самый Ягвы да? Господь иудейские модельцы утверждают что Моисей получил наставление о всяком божественном знании ни от кого иного как от Метатрона хранителя Израиля так что учитель нашего Моисея наставника Моисея был Метатрон оказывается учителем Моисея да? кто был? Иисус помните он говорил об этом говорит я видел учителя вашего Моисея а его говорят а как же ты говорит видел Моисея когда тебе еще нету 30 лет когда еще видел Моисея? когда Моисея на горе учился у кого? у Метатрона у Ишио потому что он был учителем наставником нашего Моисея был Метатрон так говорят еврейские рауэлы круто круто дальше еще круче будет Библия мы находим следующее не может человек увидеть Бога и остаться в живих помните? исход 33 20 и Иоанна 1.18 написано Бога не видел никто никогда единородный сын сущий в недре отчим он явил то есть Бога никто никогда не видел но был кто-то кто имел явление Бога он для нас всех и мы видели его конкретно да и когда спрашивали покажи нам отца он говорит ну посмотрите на меня есть какие-то проблемы я и есть отец да совершенно верно хорошо и есть такое выражение что Машех является другой формой самовыражения Бога он сидит на небесном престоле опять-таки действует как защитник и ходатай он является Господом и Божье имя а имя Иегова да и мы видим Ягвы на нем еще это метатрон называет князь Лика помните князь Лика Господня или ангел Лика Господня лица Господня когда ангел боролся с нашим праотцом Яков и поломал ему ногу помните и повредил ему седалищий нерв после чего то долго страдал радикулитом ты его спросил он как да как твое имя и было какое слово Пенуэль Пенуэль это лицо а Эль это что ангел или Бог то есть некоторые говорят что приходилось встречаться с ангелом но этот ангел имел какое лицо лицо Бога кто же такой ангел еще раз говорю это не обязательно может быть ангел с крылышками ангел означает посланный Богом посланник Бога имеющий лицо Бога и имеющий естественно физическое тело потому что не мог Яков хвататься за пустоту и пустота ему ногу не поломала и кто это может быть в новом завете правда Яшуя Мессия Он есть посланник то есть ангел Он есть Бог Он имеет лицо Бога Он имеет силу Бога Он имеет возможность благословлять так как Бог и Он есть в физическом теле то есть Он мог действительно физически бороться Хорошо Дальше Еще интересное явление Бога Да Явление Бога Явление Бога в книге Судей Судей Гедеон и некая личность которая с ним встречалась это 6 глава стихи 14 16 и 22 там интересно Господь воззрев на него сказал и сказал ему Господь и это позволяет отошлять ангела с самим Господом и Гедеон тоже восклицал Владыка Господи я видел ангела Господня лицом к лицу кто разговаривал с Гедеоном ангел Лика или Мессия когда же услышал и увидел пал к ногам ангела показывающего Мессия чтобы поклониться ему он сказал смотри не делай этого ибо я служитель тебе и братьям твоим пророкам и наблюдающий слава книги сей Богу поклонись так отвечал ангел Даниилу значит ангел имеет право поклоняться принимать поклонение нет но есть некто который буквально требовал поклонения да сними обувь с ноги своей так было сказано Моисею который стоял перед термого куста и так было сказано кому Егоша бен Нуну Егоша бен Нун Иисус Навин увидел какую-то личность причем это не был ангел с крылышками это был человек причем вооруженный и даже он спросил ты тут из наших или тут приблудился где-то да говорит я и из наших я и из ваших вот а потом что он сказал да сними обувь потому что мета света мог ангел это сказать нет значит тот кто это говорил был намного выше ангела хорошо помните когда Авраам говорил с ангелами два ангела свалили разрушать Содом и Гоморру один остался да и с ним торговался торговался Авраам скажите мог ангел которому поручили разрушить город помимо Бога проводить собственную торговлю знаете такое даже даже мафия запрещает а тем более Господь Бог Бог бы этому ангелу такую разборку устроил согласитесь то есть очень интересные есть места рабе Бехай в комментарии к бытие говорил тот кто искушал Авраама тот который удерживал Авраама от удара который должен был нанесен Исааку это ангел Господний помните некто сказал что не надо приносить Исаака в жертву и это был ангел Господний то есть мы можем мы можем много таких мест найти можем много таких мест найти отметить значит Егоша Иисус Новин 5 глава 13-15 стих исход 3-2-6 это параллельное место когда было сказано сними обувь с ног твоих помните дальше явление ангела Господня отцу Самсона это судьи 13-я глава 17-22 помните Маной тоже перепугался мы наверное умрем ибо видели мы Бога он не говорил что мы видели ангела дальше видел Новоходоносор у Даниила 3-я глава 24-25 стих когда там были в печке три человека и некто который посреди них ходил и огонь их не трогал и Малахий 3-1-2 вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь передо мной и внезапно придет в храм свой Господь которого вы ищете и ангел завета которого вы желаете вот он идет говорит Господь и кто выдержит день пришествия его видите интересно внезапно придет Господь которого ищете и ангел завета которого вы желаете то есть одно и то же соединяющие ангела и Господа в одно хорошо и так метатрон метатрон и еще говорят что Шадай Шадай это тоже соответствует имени Всебогущего и есть учение хасидское об истинном цадике учение хасидское об истинном цадике я сейчас не буду углубляться у меня тут целая таблица есть и она показывает насколько это понимание хасидского цадика истинного цадика соответствует миссии взять хотя бы одно место душа Машиеха предшествует миру это корень душ мироздания и всего Израиля потому что вся вселенная создана только для него и чтобы внимать ему из трактата Барахот 66 и помните все было что им и через него сотворено правда Колоссянам 1 глава 14 19 стих он дал Господу цадик поручиться что исправит вселенная параллельные места евреям 10 глава 7 стих Матвея 18 11 Римлян 5 6 2 Коринфян 5 21 если кому интересно мы можем можете эту таблицу переписать и сделать серой копии очень интересная параллель истинного цадика и параллель Ишуа Мессии хорошо итак деревья